В начале XIX века Казахстан и Средняя Азия представляли собой интереснейший объект для различных исследований, однако на этой обширной территории еще не было ни одного европейского ученого-исследователя нового времени. Географические сведения от того времени опирались на сильно устаревшие повествования Геродота, Марка Пола и Сюэнцана. Много нового в изучении Азии принесла экспедиция выдающегося немецкого ученого-энциклопедиста Александра фон Гумбольта, которого современники называли Аристотелем XIX века за широту его научных интересов. Ему принадлежат такие слова «Не увидев Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар». Родился он в Берлине 14 сентября 1769 года и здесь вы проявлял склонности к исследовательской деятельности. Путешествовать Александр фон Гумбольт начал в ранней молодости, побывав в Голландии, Франции, Англии, Австрии, Швейцарии. Однако его соотечественники постоянно корили его за то, что на родине Александр бывал нечасто. Но стоило ему в 1827 году поселиться в Германии, как министр финансов Российской империи Егор Францевич Конкрин обратился к нему с запросом относительно монетной ценности платины, найденной на Урале. В своем запросе Конкрин отметил, что Урал достоин посещения великого естествоиспытателя. В декабре 1827 года Конкрин, получив согласие высших кругов, написал приглашение провести экспедицию Александра фон Гумбольту. Туда его звали и раньше, в 1808 году, но путешествию помешала война с Наполеоном. Теперь подобных препятствий перед ним не стояло. К тому же великий путешественник, объехавший многие страны Европы, уже давно жил мечтами о поездке в Азию. Еще в 1803 году он писал «Мы не перестаем, однако, обращать наши взоры к Азии, план которой занимает нас как соблазнительный сон». Теперь же Гумбольту представлялась возможность воочию увидеть Азию. На тот момент Гумбольту было уже 60 лет. В экспедицию, финансируемую правительством Российской империи, он взял с собой двух профессоров Берлинского университета, известного миниролога Густава Розе и натуралиста-биолога Христиана Эренберга, который к тому же имел обширные познания во врачевании. Как Розе, так и Эренберг имели научно-экспедиционный опыт. 19 апреля 1829 года они прибыли в Петербург. Экспедиция началась. Маршрут был таков. Из Петербурга через Москву в Нижний Новгород, Казань, Перм, Екатеринбург, Нижний Тагил, Тюмень, Тобольск, Барнаул. На обратном пути экспедиция посетила Симпалатинск, Петропавловск, Омск, Златоуст, Оренбург. Отсюда через Самару, Саратов, Царицын и Астрахань путешественники достигли Каспийского моря. Из Астрахани возвращались в Петербург через Саратов, Вороня, Штулу и Москву. Несмотря на такой длинный маршрут, эту экспедицию нельзя назвать длительной. Путешествие Гумбольта и его спутников заняло 7 месяцев – с апреля 1829 года по ноябрь этого же года. На территории современного Казахстана Гумбольт побывал в трех его крайних частях, которые в этот период времени уже были в составе Российской империи. На востоке экспедиция-делегация посетила наш Симпалатинск, Ридер, Усть-Каменогорск, Цириановск, увидела горы Алтая, проплыла про Иртышу. На севере проехала через Петропавловск. На западе побывала в Уральске. Главная трудность экспедиции состояла в том, что всемирно известного ученого и его спутников всюду встречались с таким вниманием и гостеприимством, что им запоминались больше обеда и балы, чем исследования. На этом фоне Ридер, где Гумбольт побывал в конце июля 1829 года, выгодно отличился. По воспоминаниям, там Гумбольту с товарищами отвели для постоя несколько длинных конурок, да еще вдобавок продержали весь день без обеда. Может быть, благодаря этому здесь немцы увидели намного большее из того, что ускользнуло бы в случае очередного пира. Гумбольт спускался в шахты, осматривал верховье Ульбы и даже заглядывал за Ивановский белок, на шумливую и дикую речку Грамотуху. На протяжении трех дней экспедиция изучала богатые золотом и серебром ридерские и крюковские рудные разработки, находящиеся близко одна от другой в верховье реки Ульбы. В двух верстах от ридера находилась богатая рудами гора Круглая Сопка, покрытая густой, высокой, разнообразной растительностью. Здесь члены экспедиции пополнили свои гербарии новыми видами растений. На горе Проходной Белок экспедиторы отобрали много образцов порфира, гранита, альбита, кварца, а на вершине обнаружили красивые зернистые диорицы с зеленоватыми кристаллами. Главной целью маршрута вглубь Алтая было изучение природы, в частности, геологии. Не случайно так манил Зыряновск с его богатейшими серебряными шахтами, в которые кумбольт, как и повсюду, спускался лично. Зыряновский рудник, наиболее продуктивный во всем Алтае, в котором трудились тогда 700 рудокопов, добывал в год 500 пудов серебра. Окрестные деревни, как, например, Черемшанка, выглядели зажиточными. Их жители занимались сельским хозяйством и особенно славились производством очер ароматного меда. Следующим пунктом назначения была Бухтарминская крепость. Рядом с нею привлекла внимание Гумбольта отдельно стоящая горка. Он записал, Я особенно был поражен конической формой гранитного холма, находящегося в двух верстах от Бухтарминска и поднимающегося среди равнины. Киргизы называют его Беритау, а русские – мохнатой сопкой. Около Бухтарминской крепости были разбросаны юрты казахов. Крепость была расположена на правом берегу реки Бухтармы, в одной версте от места впадения ее в Иртыш, и тогда имела всего около 800 жителей. Из Бухтарминска в Усть-Каменогорск решено было двигаться по Иртышу на плотах. Каждый плот состоял из трех лодок с настилом, на котором стояла юрта от дождя. Несмотря на непогоду, такой транспорт воодушевил немцев. Тем более, что Иртыш протекал тут в узком ущелье, обрамленном живописными скалами. Ненадолго задержали в Симпалатинске, где вели беседы с казахскими старшинами и купцами, ходившими с караванами в Среднюю Азию. В Симпалатинске тогда проживало около двух тысяч человек. Он был не только крепостью, но и крупным перевалочным центром, ведущим торговлю со Средней Азией, Кольджой, Кашмиром, Чугучаком, а также Стройском, Оренбургом и другими городами. В Симпалатинске было с кем поговорить по-немецки. Местный исправник подполковник фон Клостерман и комендант крепости подполковник фон Компен происходили из немцев Ревеля. Комендант поднес знаменитым соплеменникам дорогие подарки – шкуру тигра и барса, добытые местными охотниками. Но обед состоялся у купца Попова. Попов, благодаря своему богатству, энергичной деятельности и интеллекту, был очень заметным человеком не только в городе, но и во всем крае. Его знали и уважали не только русские, но и местные казахи. Он сам и его люди в поисках новых месторождений золота и меди изъездили огромный край, и в этом деле он так преуспел, что едва ли не большую часть месторождений в Центральном Казахстане начал разрабатывать еще в первой половине XIX века. В имении Попова, расположенном близ Сим Палатинска, было что посмотреть, поэтому неудивительно, что гости начали свое знакомство с городом именно с него. Это было универсальное хозяйство, где находились различные постройки – капитальный дом со службами, кожевенный завод, мельница, лесопильня, сад с диковинными растениями и даже домашний зоопарк. В загонах скотного двора Попова содержались экзотические китайские свиньи черного цвета, лохматые с лошадиными хвостами тибетские яки, которых местные жители называли дикими коровами, а сам хозяин – кутасами. Были тут и архары, и дикие козы, и даже дикие коты. Причем Попов держал весь этот зверинец не только для забавы и хозяйственных нужд, но и для отправки в научное общество ученым, связи с которым не держал всю свою жизнь. Ученых немцы поразили не только зоологические диковины, но и образцовый порядок и организация хозяйства. И это было тем удивительной, что все происходило в глуши далекой от цивилизации. Позднее посетили Омск и Оренбург. 13 сентября, накануне отъезда из Оренбурга, казахи пригласили Гумбольта и его спутников присутствовать на традиционных соревнованиях, устраиваемых ежегодно. Гумбольт с удовольствием согласился, и в сопровождении казахов ученые выехали в район Олецка, где было раскинуто большое количество юрт. Еще в пути из Оренбурга к Олецку участники экспедиции с удовольствием наблюдали искусную верховую езду казахов. Они, держась одной рукой за седло, на ходу спрыгивали с лошади и, оттолкнувшись ногами от земли, вновь вскакивали на лошадь или, опрокинувшись назад, обрывали руками травинки. Прибыв в Олецк, группа верховых направилась в район, отстоящий в семи верстах от юрт, и оттуда, обгоняя друг друга, примчались к финишу, где победитель под восторженные крики получил приз. Пока наездники находились в пути, многочисленные зрители наблюдали за казахской борьбой, завершившейся, когда сильнейший одержал подряд шесть побед. За ходом борьбы наблюдали и женщины, которые стояли у юрт вдали от места соревнования. Проводились также соревнования в беге. Постоянно звучала игра на национальных инструментах, большой интерес вызывали пение и танцы, разодетых в яркие национальные одежды краснощеких казашек. И хотя основной задачей этой комфортабельной экспедиции было все же изучение природы, сильное впечатление у Гумбольта осталось именно от этой встречи с казахами. Он писал прусскому послу в Петербурге. «Мы закончили здесь наши 12 тысяч верст от Петербурга. Почти никогда в течение моей беспокойной жизни я не в состоянии был собрать в короткое время, 7 месяцев. Правда, на огромном пространстве такую массу наблюдений и идей. Самые приятные воспоминания оставили по себе пространство к юго-востоку от Тобольска, между Томском, Колыванью и Узкомногорском, прекрасная швейцарская местность у Зыряновских снеговых гор Алтая. Как светлые точки, как приятные воспоминания должен я еще назвать конские скачки и музыкальный киргизский праздник в степи под Оренбургом». Далее по плану было посещение Каспия. На пару дней заглянули в Уральск, посмотреть осеннюю плавню, традиционный казачий лов Осетровых на Урале. Ради такого случая местный атаман Бородин даже специально сдвинул жесткие сроки общевойсковой рыбалки на более ранние дни. Гумальту была показана соколиная охота. Во время поездки, да и во время приемов путешественников угощали кумысом, любимым напитком казахов и калмыков, и ознакомились со способом его изготовления. Здесь, в Уральске, и закончился так называемый казахстанский вояж великого немецкого географа. Каким бы краткосрочным ни было это проникновение в казахские степи и гуры, оно, несомненно, имело большое научное значение. Путешествие Александра фон Гумбольтова по внутренней Азии принесло немалую пользу. Он описал климаты районов как европейской, так и в азиатской частях Российской империи, исследовал географическое распространение флоры и фауны. Его сотрудники собрали богатые коллекции растительного и животного миров, а также минералов. Но не только природа нашли отражение в его многочисленных работах. С особым вниманием Гумбольт наблюдал за народами Востока, богато одаренными и издревле объединенными в различные племенные союзы. В своих письмах к коллегам Гумбольт неоднократно останавливался на быте, религии и образе жизни казахов. Он писал, «Народ, в особенности эта огромная масса намадов, возбуждают больше интерес, чем величественные реки и снежные вершины. Глядя на них, мысленно переносишься в прошедшее, в эпоху великого переселения народов. 30 тысяч киргизов, которые перекочевывают еще в эту минуту, когда я вам пишу, мой любезный друг, на своих телегах показывают, что происходило в былые времена. Мы знаем все это из истории, но мне пришлось все видеть своими глазами». Материалы экспедиции были опубликованы в ряде статей, в книге «Фрагменты по геологии и климатологии Азии», в описании путешествия, составленном Розе. Завершением же публикации о путешествии на Алтай явился капитальный труд «Центральная Азия». Продолжение следует...